Богатейший Ди И на такой вопрос Питер уже ответил на канале Олесио Растани. Ссылка на оригинал будет в описании. Только биткоин, и мы должны сосредоточиться именно на нем, а не на альткоинах, таких как эфириум или лайткоин. Хотя я заметил, что вы упомянули на вебинаре то, что следите за эфириумом, но при этом не особо заботитесь о других альткоинах, которые предположительно не такие уж и плохие. Так я понял, это правильно или нет? Вы знаете, у многих людей есть свои любимые монеты, и они полностью верят в их проекты и идеи, стоящие за ними. И я не хочу спорить по этому поводу, потому что эти монеты, конечно же, для них все еще являются надежными. Но, например, вы знаете, сколько монет было до вас? Вы знаете, что в среднем, как я думаю, 99% из них заканчивают жизнь полным обесцениванием, и это в лучшем случае. То есть вы действительно верите в то, что 99% альткоинов, возможно, являются бесполезными? О, я абсолютно уверен в этом. В прошлом я проверил более сотни бирж, и я думаю, что многие проекты действительно ожидают плохие финалы. И сейчас вероятность того, что с какой-либо биржей может произойти какая-то катастрофа, только возрастает, потому что у криптоиндустрии есть некоторые фундаментальные структурные проблемы. В конечном итоге, биткоин станет единственной монетой. Но я не могу сказать, что я являюсь экспертом в основополагающих основах. Скорее, полагаюсь на людей, которые, на мой взгляд, действительно очень умны, и поддерживаю их высказывания. Все, что происходит с криптовалютой, происходит и в мире фиатных денег. Доллар также может расти и падать, евро и рубль тоже. Вы уберете доллар, и мир будет парализован, потому что он является движущей силой глобальной торговли. Без доллара США любая другая валюта не могла бы существовать. Доллар это то, на чем держится глобальная коммерция. И я думаю, что в конечном итоге то же самое произойдет в мире криптовалют. Именно биткоин станет тем клеем, который объединит это все. Поэтому зачем не рисковать, инвестируя в 99% других фиктивных монет? Как я уже говорил ранее, я думаю, что существует шанс в 50%, что и биткоин станет бесполезным. Вы просто начинаете играться с числами, но все же я не вижу ни одного аргумента вкладываться в другие монеты. Я хочу инвестировать в Амазон среди криптовалют. Я хочу вкладывать в Apple среди криптовалют. И для меня это биткоин. Это очень интересная точка зрения. На самом деле, теперь я понимаю, о чем вы говорите. Вы видите биткоин как единственный реально годный проект, у которого есть потенциальное будущее. Другими словами, вы думаете, что будущее криптовалютного рынка стоит за биткоином? Да. Но вы знаете, я никогда не был против того, чтобы трейдеры зарабатывали на других криптовалютах, кроме биткоина. Просто со временем они поймут, что прибыль от свинг-трейдинга приходит в течение двух или трех недель. И это хорошо, я не спорю. Но если они захотят инвестировать в долгосрочной перспективе... Я думаю, что если бы мы могли повернуть время вспять, и у нас была бы возможность инвестировать в одного единственного производителя компьютеров, то это был бы Microsoft. И вы думаете так, потому что уже знаете свой результат от этого инвестирования. Быть инвестором, который покупает и холдит, это самая сильная и устойчивая стратегия. Это очень интересно. Вы упомянули Амазон, и я вспомнил, что еще недавно говорил о том, что в 2000 году Амазон вырос на сотни процентов, а затем упал как биткоин почти на 85. Но в конце концов снова вырос. Амазон потребовалось 10 лет, чтобы цена вернулась на свое прежнее место, и сейчас акции Амазона стоят около 1600 долларов. Так что знаете, когда люди говорят мне, что биткоин никогда не сможет снова восстановиться, я просто говорю им, посмотрите на Амазон. Но я хочу спросить у вас, Питер, скажем, вы не можете сравнивать Амазон с биткоином, потому что с вашей точки зрения у Амазона есть реальная структура бизнеса, а у биткоина ее нет. Что бы вы ответили на эти возражения? Ну, я думаю, что биткоин это метод урегулирования. Биткоин является потенциальным методом расчета международных транзакций в глобальной торговле. Это средство накопления богатства. И вы знаете, я смотрю на него, как на что-то похожее на старый золотой стандарт. Золото тогда являлось стандартом накопления, потому что оно являлось поддержкой фиатных денег. Я смотрю на биткоин и вижу в нем пользу. Но когда я смотрю на идеи некоторых других монет, то я вижу, что они не уверены в себе. Но вы знаете, криптовалюта приносит мне около 10% прибыли от всех инвестиций, которые я совершаю в течение многих лет. Да, я заинтересован в этом, но это лишь один из многих способов заработать. Для меня криптовалюта не представляется чем-то особенным. Я мог бы также торговать овсом или тапиокой из Индонезии, но я думаю, что есть некоторые веские причины, из-за которых вы должны быть заинтересованы в биткоине. Гэндальф, мне нужны деньги. Деньги? Ты что, не знаешь? Тебе нужен биткоин. Он прекрасен. О да. Гэндальф, а кто он? Ну, лучшая инвестиция в моей жизни. И как, разбогател? Нет. Я бездомный. Да, это старое мое видео об Амазоне. Если не смотрели, ссылка будет в описании. Почему о нем вспомнил? Да, потому что Олеся упомянул о том, как акции Амазона рухнули и компанию успели похоронить, после чего она очень серьезно восстановилась. И сейчас даже мысль ее смерти воспринимается как утопия. То же самое может быть и с биткоином. Пишите ваши комментарии о том, что вы думаете по поводу этого мини-интервью. Лично я считаю, что нужно общаться с такими опытными трейдерами, даже просто смотря их интервью и читая книги. Это своего рода общение с автором. Также хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где я собираюсь выкладывать видеоролики, которых не будет на ютубе. С какими-нибудь инсайдами из закрытой группы или от людей, с которыми я общаюсь через Exchange Sumo. Поэтому ссылочка на телегу будет в описании. А меня знают как богатейшего Ди. Зарабатывайте и богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok